здравствуйте друзья с вами ольга и канал место под солнцем сегодня сделаю маленькое видео про самшиты у нас зима сейчас холодная но она заступила в этом году очень рано и очень очень было много снега сначала он лег конечно такой пушистенький легенький но потом он стал уплотняться потом у нас шли дожди опять снег опять дожди и снег превратился в такую очень плотную субстанцию тяжелую которая на растение легла непосильной ношей вот и некоторые растения выдержали некоторые сломались под таким гнетом и когда у нас потом на новый год кстати прошел дождик причем такой сильный дождь что он вытопил весь снег даже сугробы такие жесткие я увидела что не все кусты пережили натиск стихии но в частности самшиты не пережили и некоторые веточки самшитов сломались я сам шиты высадила в нескольких местах мне они очень нравятся для создания такой небольшой живой изгороди растут они очень медленно но хорошо поддаются стрижки и они вечно зеленые то есть зимой они не теряют своей декоративности если снег их не закрыл то они остаются вот такими красивыми нарядными всю зиму но у нас снег закрыл еще и сломал поэтому я попробую сейчас спасти вот эти вот кусочки которые отломились от кустиков не знаю получится или нет потому что на самом деле сейчас конечно же не время для черенкования черенкуль самшиты в июле где-то после 20 июля а сейчас январь но мне жалко смотреть какие хорошие веточки такие прям они же росли долго поскольку это долго растущий кустарник думаю что годик наверное эти веточки если не два росли вот я попробую их спасти для этого я подготовила землю у меня есть такие маленькие стаканчики которые остались от покупного салата наверное вы знаете сами покупаете зелень в магазине их продают вместе с корнями вот в таких вот маленьких сетчатых стаканчиках я решила эти стаканчики сохранить сейчас попробую в них укоренить самшитики вот как раз три стаканчика приготовила и поставила в общую емкость чтобы они не рассыпались потому что земля конечно же высыпается через эти отверстия они большие вот поставила такую емкость буду вниз поливать водичку вот такие вот у меня три маленький маленький кашпо увлажнила эту землю хорошо это покупной универсальный грунт новая земелька хорошая и чтобы лучше укоренились вот эти череночки если они вообще укоренятся как вы понимаете эксперимент будем вместе наблюдать для укоренения лучшего я взяла корневин будем обмакивать туда стебелечки ну нижние нижние листики удалю они не нужны верхние листики оставим и срез делаем наискосок чтобы была возможность больше возможности укорениться секатор обработанный чистый дезинфицированный вот такой срез делаем наискосок видно я думаю что видно ну вот такой череночек высоту он получается сантиметров 7 наверно до этой точки я тут дальше листики пошли кстати листиков достаточно много немножко их укорочу немножко уберу листовую массу чтобы было больше сил на укоренение потому что листья нужно питать чем-то когда нет корней то чем их питать нечем вот так вот такой получился череночек обмакиваем в корневин припорошила немножечко и сажаю в грунт грунт увлажненный хорошенький второй череночек тут 3 от росточка такие вот прям красиво так и оставим нижние листочки по удаляю надо же зимой черенковать самшит чудеса на самом деле соскучилась по садовым работам как наверное все вы зимой чем-то хочется заняться какой-нибудь деятельности в саду ли в огороде а в саду все спит до весны поэтому можно заниматься лишь комнатными растениями вот мне повезло позаниматься и садовыми здесь тоже делаю срезик наскосок это же верхушечки немножечко укорочу и было полегче ему приживаться тоже обмакиваем в корневин последний тоже срезик наскосок Ну вот так вот я его обрезала. Макнули, посадили. Вот так вот. Так можно будет понять, что растение укоренилось. Хотя на самом деле, если оно укоренится, то пойдут новые листочки. Сверху мы это и так увидим. Вот, посадила я, получается, клей маленьких самшитика. Очень удобно поливать вот такие маленькие емкости из принцовки. Я подсмотрела в ютубе одного тоже знатока растений. И он поливает, фиалки поливает, кстати, вот таким образом. Ну, смотрите, как удобно, когда маленькая какая-то там емкость, кашпо, то как раз из принцовочки полить очень удобно. Вот, увлажню хорошенечко. И теперь я это поставлю в пакет, так называемый зип-пакет. На самом деле зип-пакета у меня нет, поэтому в обычный пакет поставлю. Просто большой. Чтобы влага на листочках не испарялась, чтобы она оставалась здесь. И была возможность укорениться, пока листики не засохнут. Большой у меня пакет. Он здесь с клейкой линии, поэтому он почти что зип-пакет. Вот так вот мы его закроем. Вот так получилось. Это компания веселая. Думаю, что даже проветривать не нужно будет, потому что маленькие дырочки с боков есть. Оставляю в теплом месте рядом со своей полочкой, где фитолампу, где идет подсветочка. Ну и надеюсь, что они укоренятся. Потом покажу вам, что у нас получилось. Ну вот, прошло два месяца. С тех пор, как я попробовала укоренить вот эти вот череночки самшитов, я делала это 9 января. Сейчас 9 марта. Да, два месяца. Ну, судя по внешнему виду, я понимаю, что не получилось укоренить. Сейчас мы с вами вместе посмотрим. Я достану их из земли. Я надеялась здесь увидеть корни. Ну, корней я тут не вижу. Думаю, что череночки зимние не укоренились. Они, конечно, были взяты, когда было холодно на улице. Ну, сейчас мы с вами посмотрим. А вот этот черенок, вот этот черенок, я тоже отвалилась веточка где-то, наверное, месяц назад, в феврале. Посадила, и он пока что себя чувствует более-менее живым. Ну, вытаскивать пока не буду. Хотя, почему не буду? Сейчас попробуем посмотреть корешки. Ну, давайте для начала вот эти. Посмотрим, что с ними. Есть ли там какие-то корешки. Ну, как по мне, так ничего там нет. Ну, вот, получается, ничегошеньки, ничегошеньки тут не выросло. За два месяца череночек сухой и мёртвый. Посмотрим остальные. Даже, наверное, нет смысла вытаскивать землю, потому что вот все они такие, получается, неживые. Несмотря на то, что они стояли с подсветочкой на полочке, и тепло им было, ничего не получилось. Ну, что ж, эксперимент не удался. Как говорится, факир был пьян, фокус не удался. Давайте посмотрим, что с этим происходит. Сейчас я аккуратненько попробую его вытащить и посмотреть, есть ли там корешки. А вдруг? Ну, здесь пока не видно никаких корешков, просто земляной ком надеваю обратно. Пусть постоит. Как-то он надежды ещё вселяет, потому что листочки более-менее здоровые. Сейчас солнышко будет побольше, может, молодые листочки пойдут. Вот. То есть этот месяц стоит. Эти стояли два месяца. Ну что ж, буду знать, что зимнее черенкование самшитов лучше не делать. Но это не черенкование было, это было просто спасение веточек, которые отломились во время мороза, снега. Мы хотя бы попробовали. Спасибо, что участвовали вместе со мной в этом эксперименте. По правилам, самшитые черенкуют летом, в июле во второй половине, тогда они точно приживутся. Что мы и сделаем, когда наступит срок. Всего вам доброго. С вами была Ольга и канал Место под Солнцем. Субтитры сделал DimaTorzok